Субтитры делал DimaTorzok 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 Я выясняю, что все основные области приходят из país И Москва, и Петербург Может быть, с вас начнутся? Я не знаю Это было несколько раз Сriends у вас Device Использовать что угодно Но как получится, Бог знает Чего-то больше вы спросили В России Мы не хотим моноставить мне надоело я буду страну учить целую нет конечно это совершенно исключено нет его не посадят но могут попробовать для островки что-то пригрозить что-то даже сделать нет понятно честно говоря для мирового сообщества это такая экзотика и россия экзотика уж капаров ну поверьте очень-очень далеко и для нас-то самих и у нас-то не все об этом знают вы можете представить что в россии с пол процента населения которые не знают кто ваш президент они не могут стать за 20 лет тем не менее есть таких группа счастливчик тут я мечтаю что в хабаровске можно не используя хабаровске вы им предлагали эту повестку создать комиссию которая бы из юристов оценила перспективы дела доказательства его и т.д. из этого начинать раскручивать дальше сказать ребята суд хабаровске комиссия имеют допуск и вокруг этого разбивать так как если бы у вас проявилась она желание сделать шаг на встречу это врану нет вложение желание не заявляет она сделала ставку на то что протесты сякнут если она будет выхватывать людей по одному по два группами наказывать их рисовать я не волнуйте как раз про протестные движения которые бы создали комиссии потребовали понимаете комиссию создать очень легко очень легко создать это вообще не проблема важно чтобы со стороны власти был какой-то импульс а у них не будет импульса значит начнется дальше раскручиваться тогда зачем комиссию создавать как это было бы это как нет это как требование но было бы логичные законы вокруг этого дальше пошла движение я согласен с вами но я никогда не лезу советами если меня не просят они слышали это очень толковый ум сами решат оппозиция уступает ну что власти ресурсы у нас нет еще там вот что-то подписать тут хочет что-то спросить нет бумаги да вы что да вы что как это так нехватка бумаги я не знаю я надеюсь что это было бы лучше менять для всех и для него но ведь его ждет здесь неизвестно что может быть даже смерть слушайте нас всех неизвестно что же нас всех конца ожидает смерть это меня держит победа конечно не отлетела или всегда думают что он есть что это или можно сейчас да нет к метру сиронич куда муж к машину так как лучше можно с вами сутбирать я конечно давайте сфотографируем Я буду рад, да, конечно, давайте, спасибо вам, спасибо, с кем еще, да, давайте, со всеми, нет фотографии, нет акта, давайте, давайте, с кем еще сфотографироваться, да, пожалуйста, да, да, извините, непременно, давайте, с этой бородой, дурацкой, да, сегодня приехали, да, сегодня приехали, вчера, 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 вчера вечер, давайте, 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 поближе, чтобы мы с вами в кадре были, спасибо, спасибо, я боюсь, мы все не влезем, здесь нас довольно много, поэтому лучше делать индивидуальные, спасибо большое, девочку, да, девочку, с таким энтузиазмом, это точно, молодость, да, все, видите, кто-нибудь, давайте, блин, вы что-то срочные выборы в дом отменяются, не будет, досрочные президентские могут быть, обратите внимание, срочно, вообще, российский народный фронт стал готовить наблюдателей, нету, а вы сказали, отлично, я ушла, срочно начал готовить, вроде не было такой, это, ну, все не смотрит, да, что вы любите, ну, подползайте, два раза и два раза, ну, третий, обязательно, бог троицу любит, да, давайте, спасибо, благодарю вас, давайте, да, сейчас пара шестьсотографирования, да, не волнуйтесь, да, не волнуйтесь, а разве, снимай, бывает, не правительственная организация, на которую вы ссылались, неужели они не знают перспектив будущего, по идее, все знают, они знают перспективы будущего, поэтому говорю, с таким чувством, спасибо вам историческим оптимизмом, спасибо, Ori Субтитры сделал DimaTorzok 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 Конечно, выкладывайте, а мы для чего-то... Да, конечно, идите всегда сфотографируйтесь. Давай, да я тебя сфотографирую. Спасибо вам, спасибо. С кем еще сфотографируйтесь? Кто хочет? Нет, телеканал, ну что, это слишком непросто было бы. Да, дай бог, дай бог с интернет-ресурсами-то расширится. Какие там каналы поменять? Да, конечно, фоточку, идите сюда, давайте. Если что-то плохо на фото, по местам боевой славы Владимира, ищу Ленину, придите. Непременно, непременно. У меня ее и так хватает, поверьте. А мы еще идем? Не, не надо на прогулку сейчас, не надо, потихонечку просто... Нет, нет, не надо, я знаю все это. Валерий Дмитриевич, поверьте, я знаю, лучше, что с вами будет. Да, да. Иди, иди туда, вон там где-то, вон там, я думал, что вы сможете найти. Чуть-чуть дальше, но идите, попробуйте. Давайте, Валерий Дмитриевич, еще раз, сфотографируйтесь. Да, да, конечно. Мне сейчас уже не попало. Потому что нам нужно силу молчу. Училось? Да. Спасибо! Просто. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Да, конечно. Спасибо. Спасибо вам. Минкорфируйтесь. Минкорфируйтесь. Один вопрос. Да. Это очень сложно, к сожалению, оказалось. К сожалению, очень сложно. Мы пытаемся, но не все готовы к такому объединению. Все к своему милиции, да? Ну, вот если, допустим, вы говорите, что будет, там, быстрая перемена власть, и сейчас там готовится, так сказать, давайте, если вот этого не будет, то в двадцать четвертом году возможно ли, значит, вот как в Белоруссии, значит, на место фургала сын его, допустим, фургал вот сидит. Внимательно. Спасибо. Он дал сидит, и сын его зарегистрируется, как бы Тихановская. В России, возможно, все, кроме невозможно. Да, двадцать четвертый год, еще для этого Путина награды вперед. Все, кроме невозможно. Не видно, что там просто очень большое, это самое, поменьше. Белорусские протесты по масштабности и по, так сказать, честной степени напряженности, они гораздо более интенсивные, чем вот мероприятия, которые собираются под лозунгом перемен. Конечно. Нужно какое-то действительно еще программное, программу действия, это не просто привлекать внимание, а какие-то еще, может быть, действия производить участниками посильные. Такие. Вот посильные действия, вы знаете, уже прийти сюда и начать обмениваться мнениями, это уже под ломить себя в такую погоду, да? Это уже действие. Особенно в это время года, еще выходной, это уже действие. Начинать, да, здрасте, здрасте, начинать приходится с малого, понимаете? То есть людей приучать к тому, чтобы они в прямом смысле слова выходили на улицу. Вот в прямом смысле слова. Например, Кабаровск, там выходят на улицу организованно продолжительное время, с определенными требованиями. Я же не говорю, что во всем надо идти по этому пути. Белоруссия же не выходила, а потом вдруг не вышла половинка страны. Согласитесь. И, тем не менее, это не привело никаким последствиям, было задавлено. Да, конечно. Что можете сказать по поводу отжилых мандатов с оппозиционных депутатов сейчас? Ну, понятно, почему это делается. Для того, чтобы лишить возмутителей спокойствия. А как вам нужно на это повлиять? Я не знаю, какова правовая сторона этого просто. Я не знаю. Я вот стал вчера это обсуждать с одним из ваших муниципальных депутатов. Мне надо просто попробовать понять лучше, кто правовая сторона. Вообще, привлечение внимания. В России единственный способ, который пока еще хоть как-то работает, да, это когда вы шум поднимаетесь. Конечно. Когда, значит, возникает какая-то форма обращения, вы начинаете, так сказать, посылать по одному адресу, устраиваете там пикеты индивидуальные, групповые еще запрещены индивидуальные. не требует формата согласования. Вот так. Но ошибочки у них были. Спасибо. Валерий Дмитриевич, можно узнать, вот по поводу равновесия, вы говорили про мистической и затричной организации, что подразумевается с равновесием? Режим Путина чуть ли не развязал войну в Европе, судя по генералу СВР и прочим косвенным признакам. Разве это не нарушение равновесия? У них же такая мощность. Я думаю, что там все будет по воле. Вы считаете, что это есть действие? Я знаю. Но остановить мало. Теперь надо уже обнулить. В мире не все так просто, как хотелось бы. И нет всемогущих организаций. Не верьте в то, что они существуют. Есть влиятельные, но всемогущих нет. И мирового правительства тоже нет. Как это называется? А Гуржиев? Гуржиев, например, судя по его учениям. Очень мощная. Сфотографироваться как только, да? Да? Или нет? Нет? Давайте сфотографируемся. Вы извините, что вот такой инцидент произошел? Ну, это мы постоянно такими инцидентами. У нас, без себя, есть, как Петелгорска немножко другое. Да. Явно не такое вот, как мы все устроили. Всюду жизнь, что делать. И низшие формы жизни тоже существуют. А я уже вам скидывал каналам у Каневского проспекта, когда мы уже выходили в Бурса, постношался с этим. Да. Если вы и вот эти фотографии тоже будете. Да, хорошо, буду признать тебе. Спасибо, да. Я помню. Спасибо. Представьте просто, сейчас, как бы, ну, оппозиционные силы в России, они все, что и все представляют. То есть, Навального партия, она куда-то сейчас тень. Партии нет Навального. Ну, не партия, как бы движение Навального. Организация, да. Организация. Она сейчас, как правильно показывает история, отсутствие лидера в эпицентре событий и достаточно через непродолжительное время приводит к размыванию этого действия. И вот проблема, которую вы тоже обучивали, ощущали, что нет консолидации в среде оппозиционных сил, нет какого-то совместно выработанного, скажем так, программы действий. Получается, что, вроде как, массовое движение этот характер приобретает, но, скажем так, ячейками все это дело скучковано и, соответственно, результаты этого всего не такие точные. Ну, да, и правда, и что. Вот. Каким-то образом, может быть, тогда консолидировать вот эти двери вот этих всяких объединений? Каким? И выявлять лидера народ движений, Поверьте, и я пытаюсь, и другие люди пытаются, и другие люди пытаются. Ну, поэтому предлагаем какую-то для всех приемлемую форму активности. Хотя бы выйти на улицу, хотя бы прогуляться. Это не требует от вас иметь какие-то даже четкие политико-идеологические взгляды. Это просто хоть какой-то гражданский темперамент надо иметь. Вроде бы... Есть, да. Вот, смотрите, на самом деле, ну, Питер гигантский город. Согласитесь, нас здесь не очень много. У нас были и побольше. У нас были и побольше. Я надеюсь. Очень многие готовы присоединяться, но как-то не понимая дальнейших действий, они присоединяются. А как понимаете, дальнейшие действия иногда просто нельзя придать гласности, во-первых. А во-вторых, всегда люди действуют по ситуации. Нет, смотрите, надо вести как-бы про политическую работу, мельчайную борьбу. А, мы ведем такую речь. Слушайте, ну, какая работа на местах? У нас есть интернет, социальные сети. Они позволяют сразу ко всем дотянуться. Вот если через них работать, это будет довольно эффективно, мне кажется. Но это все-таки будет больше проинформированность? Ну да. Нет. Почему? Это может и мобилизовать. Дело в том, что как бы ни были люди информированы, тут вы правы, главный критерий – это они готовы выйти на улицу или не готовы. Ну, вот мы их уже… Я вот информирую людей 4 года, 4-5 лет. А, соответственно, встает вопрос, а как вот от этого знания перейти к чему-то? Надо сделать какой-то шаг. Люди боятся. Боятся. Поэтому первый шаг, который предлагается, он, естественно, очень простой. Давайте в определенное время в городах выходить… В интернете глушит прям нормально. Да, да. Нормально. И даже это вызывает у вас кистры. Вот посмотрите, вот сколько. А что, они не понимают, что они негодяи, они же понимают, что они от лукавого. Дураку ясно, что они паразиты негодяи. Давайте мы моральными рипниками разражаться. Да, конечно. Понимают, понимают. Отношение вашей идеи, что там… Да, конечно, не понимают. Они, ага. Завтра вас посадят на миллион, и бина не делая зарплату. Вы что-нибудь понимаете, что вы ее не зарабатываете? Да, я знаю. Ну, так надо же как-то попытаться. Вот они, наверное, не будут против, я так думаю. Они… Ну, будут тоже, да? Зачем его взяли? Ну, может быть, и не против, но пока и не за. Нельзя же ему себя навязать, согласитесь. Это Тину Кандилаки заставили. А Дудя не заставишь. Нет, так вот, он же вроде как… Такими там… Про Колуму, про вот это все… Идеологические… Ну и что… Да, давайте фотографируемся. Да, конечно. Давайте. Олиминчик, а по поводу… А по поводу… Той же партии? Той же партии? Нет, нет. Никакой партии. Это не нужно сейчас. Движение, да, это самое последнее. Шарфик наденьте, девушка, пожалуйста. Президентом фотографируется. Да не волнуйся. Она волнуется. Отдайте мужчине. Давайте его фотографируем. А мне руки присутствуют. Шарфик наденьте, наденьте, наденьте. Да-да-да-да-да. Вот. Вот. Все правильно. Шарфик. Вот такие. Чуть подальше. Давай. А? А? Да. Продолжение весьма спокойно. Я вообще к людям стараюсь. Честно говоря, да. А. Я не люблю экзальтированных кульконов, понимаете. Да. 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 Давайте. Валерий Викторович, а как вы видите общую фотографию нам сделать? Спасибо. Валерий Викторович, а как вы видите общую фотографию? Не стоит. Мы не уместимся. Я еще приеду специально, чтобы сделать с вами общую фотографию. Около Авророва. Да. Валерий Викторович, у вас лекции не планируете с фотографии. Вот я о чем и говорю. Сейчас мы не можем провести на самом деле никакого публичного мероприятия массового в зале. А. Как только будут ослаблены ограничения, то я приеду и… А. И еще фотографируются? Будут. Будут. Да. То мы встретимся. У вас есть шарфик? Да не надо, не надо. Фотографируйтесь. Не всегда. Шарфик, банданычный платок. Спасибо. Спасибо. Вам спасибо. Спасибо. Кто еще хочет сфотографировать? Кто сфотографируется еще? Меня. Кто сфотографируется? Давай. Здесь еще. Давай. 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 Чуть. Мне. Мне очень. Маленький. Да. Он так. Игорь Михайлович, вы нам должны оставить надежду. Надежду в Питере, что вы к нам приезжаете. Я приезжаю. Спасибо. Да, праздник наш. Спасибо вам, что пришли. Спасибо. А как вы нам выходите? Следующие шаги? Да. Шаги интересуются. Пока. Народ будет выходить. И с чем он выйдет? Он выйдет, продемонстрирует несогласие тем самым в первую очередь подальше. Совершенно верно. Вот. Вы сейчас об этом особо не задумывайте. Потому что власть делает нечто, что вам покажет, какое требование, какой лозунг будет актуально. Власть помогает всегда. Не мы сами даже придумываем. Нам придумывать не надо. Но большевики же... Ну и кто говорит, что просто. Вы сами говорите, что просто вы демонстрация своей политической и активной гражданской позиции власти плевать абсолютно. Хабаров с достаточно жестко выходил, с достаточно конкретными уровнями. Это правда. Они были проигнорированы. Я говорю о чем? Что любое движение начинается с каких-то шагов. Первый шаг, да? Первый шаг – это хотя бы приучить себя регулярно выходить. Что делать? Кто-то выходит каждую неделю, кто-то выходит через неделю. Но чтобы это стало какой-то привычкой, и появилась это очень важная точка кристаллизации. Понимаете? Чтобы люди знали, что есть такие, кто не боится, кто выходит. Потому что в тот момент, когда надо будет собрать большое количество, будут знать, куда и к кому идти. Опять, это пример Белоруссии. Большое количество вышло достаточно. Отсутствие лидера раз, отсутствие четкой стратегии два, блин. Плюс… Не беспокойтесь. Я еще раз. Нам, вот, увидите, жизнь подскажет. И что сказать, и что сделать. Я вот у вас уверяю. Может быть, в январе, может быть, в декабре. Увидите. Не торопитесь. Не торопитесь. Нам еще будет не по себе. Может быть, и не от нас зависит. Не торопитесь так. Валерий Дмитриевич, сейчас он упадет. И от нас тоже упадет. От каждого. И с промолчим, конечно, он упадет по другому варианту. Лекция будет в Питере, безусловно. Но теперь, тогда, когда с ним это принято. Конечно. Тогда просто с ограничением. Мы сейчас ничего не можем сделать. Валерий Дмитриевич, а по какой причине, вы говорите, нельзя наворованные многие миллиарды, триллионы вернуть большую часть из них? Если некоторые организации знают их счета… Да, потому что они на честных людях. Потом закон. Потом закон. Понимаете? Это же законная должна быть процедура. Ну, несоответствие доходов… Это для России. А если ваши деньги за границей, попробуйте их оттуда достать. Какое вопрос? Им самим надо. Да что еще есть? Да он, Бианковский выступал. Тот же Навальный выйдет в Конгресс США. Обратится к конгрессмерам. И они его вполне могут поддержать. Что мне отдаст? В смысле? Ну как? Почему? Да. 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 Вот как родители меня воспитывали, формировали. Вот так и они… Ну, вы видите… Что делать? Ну, я постараюсь выполнить. Это единственное, что я вам могу сказать. Я верю! Я ничего другого не скажу. Можно сами скажу? Конечно, конечно. Ну вот эти лекции у вас в интернете, который самый первый в институте, да? А что у вас? Да. Про власть. А, ну… Самые азы. Ну, надо стереть что-то лишнее. Очень. То есть, пока первое действие вы предполагаете под увеличение узнаваемости, информированности… Какие-то… А вот хорошо, опять же, ну… Про странавального речь, что заходило, они, по крайней мере, вот… Внедрение, там, как бы, оппозиционных кандидатов на низших уровнях, на средних… Парламенты как-то поддерживали, инициировали, отработали… Вы считаете, она в настоящее время бесперспективная? Какая? Ну, именно продвижение, как бы… Ну, создание региональных отделений… Почему? Все это имеет смысл. Сегодня обратно. Все это имеет смысл. Ну, единственное действие от обратного, то есть у них свои кандидаты… Не важно, есть реальная картина выборов. Да, вы говорю, не переведите. То есть у них не было своих готовых кандидатов, поэтому они отталкивались от обратного. Поддерживали любых, кроме, как бы, провластных. Это на выборах очень себе рабочая тактика. Конечно. Ну, попадают в парламент кухарки, там, уборщицы… Это правда. Попасть, может, кто убил. Ну, это же абсурд, правильно? И когда, как бы, народ видит… И что, а выбора-то нет? Ну… А выбор надо создавать, поэтому… А тянуть спортсменов и каких-то… Послушайте, ну, как вы создаете, я вас не зарегистрирую. Выбором я… А то система построена так, что невозможно пробиться сквозь эти муниципальные фильтры и все остальные моменты. Все создано для того, чтобы мы тихо сидели и не дергались. И если у нас создаются условия, что мы сможем пробиться, надо же кого-то иметь… Условия не создадутся… Найдутся… Найдутся… Люди, когда будет возможность выйти где-нибудь на какие-то выборы… Мне кажется, этих людей… И будет возможность именно туда избраться. Найдутся люди… Этих людей надо как-то на более ранних стадиях выявлять… Не надо выявлять никого… Сами выявятся… Людей целая куча, которые готовы… Нет, это понятно… А средством выборов не поменять власть? Ну что вы… Нет, ну это понятно… Выборов не поменять… Выход на улицу не поменять… Что за что? Вокруг того, что… Больше ничего… Нет… Больше ничего не придумывали пока мирного… Ну хотя… Я понимаю, революция – это одно власть… А выборы… Одну, когда Навальный… Вокруг… Почему Навальный в 11-м году? Нет, почему в 11-м году Навальный? Все, может быть, вы друг с другом обойдете… Лоу… У каждого в своем аудитории… 40-45 – это прекрасно… Нет, это прекрасно… Это прекрасно… Я не спорю… Мне не спорю… Интересно встречать с профессором Гено… Потому что дебилы… Неинтересно… Ну жаль… Давайте посмотрим примитивы… В которых творится вузов… Давайте посмотрим Кропотчера… Посмотрели… И что? Вот… Давайте посмотрим… Молодой Влад… На главе Саши… Хорошо… Все-таки как-то может быть… Популяризировать больше… Не только через… Ну… Блин… Хотя бы… На телевидении как-то пробиться… На телевидении пробиться… Вот как… Через дождь… Нет, дождь ко мне неблагожелательно настроить… Туда не пробиться, к сожалению… А популяризировать что? А свободного… Этого парсионного канала… Не парсионного… Это дождь… Это дождь… Да… Свободно… Потом куда угодно… Попробуй… Потому что вы понимаете… Я вот уверяю… Мое личное мнение… Да… Если… Распространить более широкое понимание… Да… То сторонников будет гораздо больше… Угу… И вот сторонников… Чего? Перемен… Ну то… Силю идеологии… Каждый второй сторонник… Перемен… Мы стараемся… Нет, мы стараемся… Валер Дмитриевич канал… Ютубов… Поэтому… Там уже 300 тысяч подписчиков… Это невинно… Не винно… Опять же… Украинцы невозможно… Он не виноват… Потому что они… Потому что они… Какие-то видимо… Словопотребления были… То есть… Ну все… Посмотрите… Как я… Да… По коротке… Вся информация… Которая на канале… Это констатация… Очевидно… Констатация фактов… С какими-то кандидатами… Может быть… Да… Все… Подтверждают… Да… Пусть все будут голосования… Безусловно… Спокойно… Где-то… 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 Да… Мое отношение… Да… Сторонние… Медливые способы… Не… Удивляюсь… То есть… Просто так проговорить… Сказать, что… Нас не отпускают… И… Вадим Владимирович ему доверяет… Доверяет… Переет на аре… Ну… Взял… До себя… 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 Хорошо… Еще вопросы есть? Да… Те же выборы… Солнце… Нет… Ну… Нет… И дождя… Для Питера… Это важнее… Да… А вот… Стоят… Сиди… Сиди… Валерий… Я хочу спросить… Вот… Сам факт… Что вот… Говорят… Что вот… Вот… Позиция… Да… 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 Ну… Уже… Уже… В апреле… Это уже… Ну… Отва… Вот этого… Патриотического такого… Ну… Не бунта даже… А патриотического… Есть… Возик… Они нуждаются в кайпе… Они нуждаются в кайпе… Ну… Это связано с тем, что выборы крутые… Бля… Это все… Да… Да… А еще… Это еще один вопрос… Сейчас не мешает… Мне интересно… Я вот как бы… Ну… У вас заметил… Съемка идет… Видишь… Ну… Понятное дело… Вот… Это я, наверное, не защищаю… Ну… 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 Это выглядело… Хорошо… Хорошо… Я хочу спросить… Раньше, как я вас помню, Вы только об одной теме... Нелегальной миграции Рухуств дали… Не было своё wealthy… Це картины… Не передала… Ну так… Никогда… Не… Поэтому было естественно говорить о проблеме нелегальной миграции. А человек, который здесь находится, он подсказал замечательную идею. Требуйте введение в визовую режим. И мы провели там панирую. Выбирайте повестку, которая актуальна для жителей крупных городов. Вы ее выбираете. Я что хотел спросить. Вы для меня раньше более из ряда национал-демократ. Сейчас вы как-то вышли из этой кого-то. И вы мне сказали, что русский национализм перетерпел такой кризис, что русский национализм даже умер. Можете икрутировать? В политическом плане, да, умер. А где вы их увидите? А перспективы у них есть вообще в протоконазательстве? Есть. Перспективы есть. Просто вот именно когда будет у нас более или менее открытая политическая жизнь, будет партия националистическая. Просто вот вы именно... Но много они собирать не будут. Понимаете, что произошло за последние 6 лет, начиная с Крымом? С Крым, да, что власть все время эксплуатирует идею патриотизма. Она все время будет. Патриотизм, патриотизм. И эта идея вызывает у людей уже очень сильное раздражение. Потому что вот патриотизм, вот что он понимает? Когда что украли? Когда что украли, то говорили патриотизм. И не те пояса, и пусть их патриотизм. Любая политическая организация, которая будет говорить с ним о патриотизме, она будет вызывать раздражение. Раздражение, понимаете? Ну, я думаю, вы понимаете, что я понимаю. Да, да? Да, да, хорошо. На животных очень позитивно. Я считаю, что отношение к животным – это важнейший критерий цивилизованного. У нас… Да, да, я поддерживаю, в общем. Я поддерживаю это. Другое дело, что у нас и к людям-то, как к животным относятся. О чем говорится. Ну, я считаю, что это очень важное и правильное направление. Если люди защищают животных, слава Богу, пусть хоть животных защищают. Слава Богу. Я понимаю, что иногда трудно и бозно. Ну, и даже защита животных и тому же что требует. Вы прекрасно знаете. Еще вопросы есть? Я хочу, чтобы кто-то полку задать. Я очень стесняюсь. Да, пожалуйста. Готовы? Да, пожалуйста. Здравствуйте. Мне очень понравились ваши патрушки. Принцип. Да. Креативно, очень хорошо. Мы в Яблоке все время тоже так делались. Но вот расцветка по точкам мне непонятно. Издалека ассоциация с Единой России. И кажется, что здесь собрались Едино-России. Что-то там Путин, а как-то поддержать. Да? Серьезно? Мы маскируемся. Вообще это национальные цвета. Я понимаю. Но люди издалека, люди издалека, люди издалека-то проплюются просто, потому что видят вас в приемниках товарища, нашего любимого. Я понимаю. Нет, пока мы далеко еще от приемничества, но непременно непременно на это вдохнем все. Нет, я просто думаю, что все-таки что-то больше оранжевого, сколько больше. Нет, оранжевого я не уверен. Я думаю, что над дизайном надо поработать. Я согласен. Но это дизайна. Пока, мне кажется, эти банданки хорошие, они хорошего качества, они привлекают внимание. Важно, чтобы люди заинтересовались и подошлись. И главное, дизайн. Целый дизайн удачи. Может быть, мы будем просто на белом поле еще печатать перемен. А потом, ну, знаете, ну, если Единая Россия использует цвета национального флага, мы тут напоминали, согласитесь, эквенитарь, но имеем не меньше права, может быть, даже больше, на национальные цвета. Это всегда борьба за символику, с кем она будет ассоциирована, вспоминается. Но, след как видом, сошелся на этих трех цветах? Я не спорю. Это та идея, которая пришла в голову. Мы предлагали. Будет хорошая идея, попробуем ее дизайнерски воплотить. Да, мы показали, пожалуйста. Где право белорусам? Вы очень рады. Да, ну, это... Я не могу, что это белорусам сделаешь. Нет. Это вообще будет все равно. Нет, я полностью солидарен с белорусами. Но я не понимаю, почему мы здесь должны ходить. Под знаменем белорусской позиции. Для меня это не будет. И не только для меня, и для всех остальных, кто учится. Да я сучился. Я понимаю. А я отвечаю всерьез. Смотрите, в Единой России символом, что-то медведь, которому этот мешок пририсовали. А у нас будет соловей. Да, век. Тогда у меня вопрос еще один. Флаг национальный. Как вы относитесь к двуглавым аргумам? А, это я понял. Я не сторонник использовать эту символику. А тогда что? Вот сейчас. Не знаю пока. Я не знаю. Но вы сказали, что вам, например, погоню не нравится. А тогда, как-то московский геральд. Давайте, давайте, нет. Давайте сейчас не говорить о символике. Все-таки у нас есть более, наверное, важная и достойная повестка. А геральдисты, они потребуют новую символику разработки. То, что вы сказали о дизайне, да, это мне понятно. Это вопрос, который обсуждал. Будет у вас хорошая идея, прекрасная. А говорить о Турге, о Турге, о Турге, о Тургнистову, это не разговор о геральдисте. У белоруссов спонтанно же возникли эти три символы. Виктория, Вак, да. А можно еще одно? Мне кажется, важно. Али, ну ли, чтобы... Можно, да? Да, да. Смотрите. А как вот у вас с Левым фронтом отношения? Просто Удальцов вас обвиняв в том, что вы катили ему неправильную программу. То, что вы требовали, чтобы Левым фронтом, и все покаяли за советское прошлое, и что на такой-то двумерь они не могли сопричить. Это абсолютная чепуха. В Удальцов типа, я кого нахожусь в пределах. Нет, абсолютная чепуха. Там было написано, что... Сейчас, я не помню точную формулировку. Что вообще эту тематику не поднимать как актуальную, да? Потому что она раскалывает. И если поднимать, то в том числе. Вот они критикуют в 90-е годы, что мне понятно. Многие критикуют в советские годы, что мне тоже понятно. Что придет время, и мы постараемся внести какое-то беспристрастное, что ли. Но дело в том, что они искали предлог, чтобы отказаться от любого сотрудничества. Вот в этом дело. Ну, Удальцов прям несколько раз просто повторял непонятно. Искали предлог для того, чтобы это я хорошо знал. Просто вопрос. Как вы думаете, что с Павлом Николаевичем Кудениным? Ну, я думаю, что ему придется заняться политикой. У него другого ничего не осталось. Его лишили. Совсем согласно? Да, да. Поэтому его выдавили в политику. А как решительно он по этому пути пойдет, я не знаю. Думаю, что увидим его в списке КПРФ на думских выборах. Даже, наверное, в общей федеральной части. Да, вполне вот в этой 11-12-12. А вот еще у меня хотелось спросить, возможно, я вот когда вам писал по поводу видео. У нас в Саратове было несколько лет назад видео. По поводу земли отбирали, милиция охраняла. Урожай даже не давали собирать. Якобы, что типа чеченцам там, а мы-то их отдавали. Вы знаете, что это произошло? Нет, мы еще не знаем. Просто были видеоролики. Я знаю. И причем там было так серьезно, что даже люди не давали собирать во время урожая. Говорят, что типа как будет. Отобрали землю, не знаете. Понятно. Еще не могу сказать. Хорошо, друзья, давайте будем потихонечку расходиться. А последний вопрос, пожалуйста, огромное благодарность. Спасибо большое. Спасибо большое. Спасибо большое. Здоровья, Самый Владимир. Здоровья. Нам надо быть не здесь, а мы приехали из Москвы. Скажите, пожалуйста, точно, сколько в Валеников у Путина? Три, четыре или пять? Я не знаю. Не знаю. Я не знаю. Но они в Валени. Спасибо большое. Это в Валени. Я остался здесь. Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Здоровья. Здоровья. Спасибо. Учаясь с моим пареньем. После интервью с Кандиллаки возникло… Спасибо. Спасибо.